По традиции в начале занятий на библиокухне собравшиеся узнали о полезных свойствах продуктов, из которых затем приготовили знаменитый салат оливье. Такие мастер-классы для читателей с ограниченными возможностями здоровья проводятся в детской библиотеке филиале номер 5 на протяжении двух лет. Я люблю готовить. И вот с этого, в принципе, все и началось. В нашей среде, то есть как бы среди людей с ограниченными возможностями очень много людей, сидящих на очень жестких диетах. И кому-то что-то нельзя, кому-то что-то не нравится, кто-то любит, кто-то не любит. Но, несмотря на этот факт, я не стараюсь как бы одно и то же меню представлять каждый раз. Меню меняется. Организаторы библиокухни говорят, что занятия направлены на практическую подготовку людей с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной жизни. Организацию правильного питания. На формирование у них знаний и умений, которые способствуют социальной адаптации. Цель проекта – научить детей, но же взрослых ребят, приготовлению простейших блюд. Вот это первая задача. И вторая задача – это, конечно, социализация. Пусть это взрослые дети, но у них возникают иногда проблемы. Они теряются в магазинах. Что купить? Особенно, когда остаются одни. А такая ситуация тоже может быть. И вот наша задача – научить детей. Проект ребятам очень и очень нравится. Значит, мы встречаемся один раз в месяц. Ну и после того, как блюдо приготовлено, все садятся, пьют чай, ну и общаются, конечно. Хотя салат оливье – блюдо не очень сложное. Нарезка овощей все же требует аккуратности и осторожности. И участники библиокухни справились с задачей. Мне эти занятия, которые здесь проводятся, очень помогают в нормальных делах дома. Сами участники проекта «Встречаемся на библиокухне» отмечают, что такие мастер-классы помогают им развивать свой творческий потенциал. И не только. Ведь кулинария – процесс, требующий полета фантазии. Участь готовить формируются не только кулинарные навыки, а также развивается логика память и ориентирование во времени.